а там вдали виднеется знаменитый карьер мир где добывали якутские алмазы он находится недалеко у нас от города можно сказать в черте нашего города всех приветствую себя на канале это рукодельный канал красивое тепло меня зовут орги вот мы подошли к завершению последнего зимнего месяца но для якутии это не последний месяц сегодня 28 февраля и у нас минус 30 так что весенними ручьями нам еще наслаждаться нескоро будем наслаждаться вот такой красотой морозным утром белым-белым снегом чистым голубым небом и ярким солнцем обычно по весне наступают пасмурные дни вот такая у нас красота наступают вот такие вот они Как же красиво. Верхушки у деревьев покрыли синим. Очень красиво. Смотрите, какая ёлка. Мороз снежков скутал её. Такая замечательная, красивая. Как и сказки. Я всегда смотрю на такие пейзажи и мне всё напоминает сказку. Тихо. А это в парке у нас сохранились два деревянных столба. Якутские. Посмотрите, какие резные. Очень-очень старые. Раньше здесь было очень много таких разных фигур. Но остались только эти два. Скоро их, наверное, уберут. Как и сказки. Как и сказки. Парень. Как и сказки. Как и сказки. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет еще раз! С прекрасной прогулки в парке мы плавно перешли к моим готовым работам. В конце января я вам показывала свой процесс. Вот этот свитер с оленями. Так как я понимала, что мне не хватает пряжи, я тогда заказала пряжу красного цвета мне нужно было. Кокетку я отвязала очень быстро и ждала пряжу. Рассчитывала хотя бы 3 недели, но пряжа пришла ко мне через месяц. Когда пришла, я начала заканчивать свою работу. И знаете, что обнаружила? Представляете? Цвет вообще не соответствовал моей первой пряже. Я не знаю, у меня в последнее время какие-то конфузы случаются с пряжей. В пухе норки у меня, например, пряжа пришла вообще не пушистая. Вот просто лысая. А эта пряжа, я напомню, что я вязала из пряжи Drops Nepal. Цвет у меня был вот этот красный 3608. Я как бы слышала, что иногда пряжа из другой партии отличается. Но здесь было вообще, отличие очень сильное. Вот если вам видно на камеру, вот эту часть я вязала из своих старых запасов пряжи. А это новая партия пришла. Она ярче. Но при разном освещении она, конечно, по-разному смотрится. Вот сейчас смотрю в камеру, мне кажется, вроде как и одинаково. Но все равно, вот смотрите, она ярче, чем вот эта часть. В самом изделии это не бросается в глаза, потому что оно все такое яркое. Все переливается из красного в белый, из белого в красный. Поэтому особо я не обращаю даже внимания на это. Для меня это было открытие, что вот так вот бывает с цветом. Я никогда не начинала процесс, понимая, что мне не хватает пряжи. А здесь я все-таки, мне очень хотелось связать этот свитер. Поэтому я начала, несмотря на то, что у меня мало было пряжи. После того, как я получила пряжу, я его закончила очень быстро. Здесь у меня идет двойная горловина. Росток отвязан. Подрезы вывязаны. По низу также вот такая резинка, по рукавам резиночки. Все закрыто иглой. Очень красивые края получились. Этот свитер я вязала на размер 42-44. И на него ушло у меня 630 грамм. Спицы я использовала на резинке 3,5. И на вязание самого полотна 4,5-5,5. Эта пряжа замечательная. Для таких вещей она очень хорошо подходит. Для жаккарда. И для зимнего периода. Для холодного время года. Очень согревает, так как здесь натуральный состав. И поэтому... И причем эта пряжа еще и гипоаллергенная. Вот для самых чувствительных людей она тоже подходит. Свитер, конечно, получился очень красивый. На себе я еще не фотографировала. Фото просто свитера я вам вставлю. Фото и видео. Этот свитер я вязала по своей собственной разработке. То есть, я не смотрела ни на какие модели. Просто вязала так, как я себе его представляла в голове. Мне нравились узоры с оленями. Я вставила сюда оленей. Затем вот такой орнамент. В виде таких вот салютов, снежинок. И получилась такая замечательная вещь. Как я начинаю вязать? Я не рисую никогда рисунки. Я просто вяжу и смотрю. Здесь я хочу такой рисунок. Дальше я хочу такой рисунок. И в итоге вот так получается. Иногда, конечно, получается, что... Я в голове себе придумала этот рисунок. И начинаю его вязать. И понимаю, что на самом деле он смотрится некрасиво. Поэтому я распускаю. И вяжу дальше. В случае с этим свитером я кокетку распускала два раза. Я вам вставлю также видео или фото. Какие кокетки были изначальные. Не понравился мне результат. Стянутое полотно получилось. Хотя я спицы взяла большего размера. И вот здесь не состыкуется рисунок. В общем, распускаю. Без сожаления. Но распускаю вот эту часть. Хочу здесь другой рисунок сделать. Ну вот, поэтому свитеру у меня все. Я им очень довольна. Очень красивый. Все, как я хотела. Теплый, яркий. И такого свитера больше ни у кого нет. И давайте я вам покажу, что у меня. Какая у меня изнанка. Вот, посмотрите. Какая красивая изнанка. Все ровненько, аккуратненько. Протяжки такие небольшие. Такая интересная расцветка. Даже внутри. Очень красивый. Напишите в комментариях, как вам мой свитер. Понравился ли. Дайте мне обратную связь. А то все молчат в комментариях. Я такое ощущение, что сама с собой всегда разговариваю. И думаю, что вот то, что я делаю, мне кажется, никому и не интересно. Если я ошибаюсь, пишите в комментариях. Буду ждать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 здесь такое высокое горло которое можно как носить вот так она более-менее стоит либо его можно вот подвернуть будет тоже интересно узкие рукава у меня на свободу облегания я заложила в этом в этой водолазке не очень много она более-менее свободненько не в обтяжку но в то же время и не сильный оверсайз здесь у меня реклам погон идет вязала я из пряжи дропс букле в составе тоже альпака здесь и ушло вы представляете 265 грамм если первый свитер у меня 630 грамм а это 265 просто облака то есть его надеваешь и такое ощущение что ты без свитера но согревает он конечно очень сильно за счет того что в составе здесь альпака он невероятно теплый я вот вам вставила видео там где я на улице было минус 32 градуса и я была в этом свитере мне было нормально ну то есть минут 10 можно было продержаться при такой температуре вот потом надеваешь сверху верхнюю одежду и моментально просто она согревает тебя изнутри конечно для нашего климата натуральные составы это просто спасение то есть ты одеваешь тонкую вещь и получаешь супер супер теплую одежду если вдруг кто не видел мое видео о процессах где начинала эту водолазку и не видел из какой пряжи я начинала вот это пряжи я вам еще раз покажу ее альпака букле состав здесь 80 процентов альпака 15 процентов шерсть и 5 процентов полиамид цвет у меня 3250 50 грамм 140 метров спицы рекомендуют 5 миллиметров я вязала на 5 миллиметров как они рекомендуют после горловины я отвязала росток связала линию реглана нужной мне длины разделила полотно на перед и спинку белые вставочки я вязала здесь поворотными рядами укороченными связала спинку отдельно перед отдельно затем вывязав высоту проймы я соединила свое вязание в круг и начала вязать по кругу когда закончила вывязывать тело перешла на рукава рукава у меня узкие и длинные я люблю такую модель мне очень нравится и поэтому с удовольствием буду носить эту водолазку свою на видео я вам вставила как он смотрится но в полный рост получилось снять на видео все же видны моменты как это изделие сидит на мне так как пряжа букле то она совершенно не держит резинку смотрите здесь резинка связана один на один но полотно не отличается от лицевой глади здесь вот лицевая гладь вот резинка один на один закрывала обычным способом без иглы просто обычным способом потому что во первых но не держит резинку во вторых здесь все равно ничего не видно после стирки полотно совершенно не изменилось не растянулась не села размеры остались изначальными единственное что букле немножко не знаю как сказать в однородную массу в какую-то превратилась не выраженная прям букле наверное если постирать в машинке что я этого делать не буду она конечно сваляется за счет того что здесь альпака имейте это в виду я с трепетом отношусь к натуральным составом и поэтому очень бережно стираю вручную все изделия вроде все по этой водолазке я вам рассказала если есть какие-то у вас еще вопросы задавайте в комментариях я с удовольствием вам помогу и отвечу также еще в этом месяце у меня из готовых работ вот такие две замечательные шапочки жаккардом были связаны они связаны из пряжи газал baby wool составе здесь идет по кашемир 40 процентов акрила и мериносовая шерсть зеленый цвет у меня номер 804 белый цвет 801 на эту шапочку у меня есть подробный подпетельный мастер-класс на моем канале если вы еще не видели проходить посмотрите как я ее вязала я там все подробно рассказала и показала также как делать такие вот замечательные помпоны тоже есть видео на моем канале если вы еще не умеете проходите учитесь я делюсь с вами с удовольствием своим опытом своими знаниями эта шапка у меня связана для ребенка 7 9 лет а такая шапочка подойдет для взрослого и она эта шапка будет более такая по голове сидеть а эта шапочка удлиненной макушкой пряжа здесь бюджетная может позволить себе каждая вязальщица вот такие две замечательные еще работа у меня связались помимо этих шапок я связала еще вот такие шапки я долго останавливаться на них не буду это пух норки на такую шапку скоро на моем канале выйдет мастер-класс подробный это очень простая шапочка с обычной макушечкой на такую шапку у меня есть уже мастер-класс и вот это моя авторская работа я сама их придумала эти шапочки такие модели я уже вижу давно придумала их сама никуда не смотрела подобрала пряжу высчитала на все размеры сколько мне нужно петель и вязала вот такие шапки у меня в наличии очень много таких шапок желтая голубая бирюзовая коралловая и еще такой момент если кто хочет приобрести шапочку пишите мне в комментариях я обязательно с вами свяжусь и мы обсудим как можно приобрести я по почте россии могу отправить в любую точку нашей страны эти шапочки стоят они недорого пишите мне в комментариях уточняйте буду рада если мои изделия вам понравились и вы захотите их приобрести также еще в этом месяце у меня готовы из готовых работ это варежки они однослойные но я вставила сюда флиз но еще не пришила его я сшила отдельно подкладку и вставила и вот такие двухслойные здесь два слоя варежек также на моем канале есть подробный по петельной мастер-класс на эти базовые варежки где вы сможете самостоятельно связать себе такие варежки и еще такой момент хотела с вами обсудить о моем канале очень часто выходят мастер-классы они для начинающих для тех кто только-только начинает вязать и поэтому там простые мастер-классы например базовая шапочка базовые варежки но также есть шапка например жаккардом или капюшон к там где уже нужно подумать где изделие посложнее но вы знаете я столкнулась с таким моментом что очень мало просмотров я не понимаю то ли youtube мой канал выдвигают куда-то то ли это так не востребовано то что я делаю если вы смотрите это видео напишите свои комментарии и ваше мнение по этому поводу в какой-то момент я даже немножко под расстроилась и решила все я столько времени трачу на эти все мастер-классы я прилагаю какие-то усилия обратной связи то нет и поэтому уже подумываю не бросить ли мне это все дело и не вязать спокойненько себе тут одной и будет больше у меня навязанного и я не буду тратить свое время на мастер-классы а буду больше уделять на вязание каких-то вещей на придумывание каких-то моделей новых в общем пишите свое мнение почему у меня так происходит на канале и может быть вы посоветуете что мне добавить на свой канал на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам за просмотр пишите комментарии пишите вопросы задавайте мне вопросы если возникли ну я думаю что я все так подробно рассказываю что поэтому наверное никто и не пишет комментарий потому что нет вопросов желаю вам удачи ровных петелек до новых встреч пока пока удачи